Была нормальная такая работа. То, что мы прошли универсиады, это огромный опыт. Опыт и для приема гостей, и подготовки спортивных объектов, истеприемства. Поэтому я хотел бы, пользуясь моментом, поблагодарить наши команды за ту слаженную работу. Я надеюсь, что результат должен быть позитивный, положительный. Ну и от вас много зависит, что вы показали все, что сделано. Мы хотели показать российский дух, свой национальный колорит. И я убежден, что это должно у нас получиться. Спасибо, пожалуйста. Учитывая Татарстан, в том числе и экономические отправедения, чем учитывая, что телеаудитория превысит 4 миллиарда. И Виталий Павлович, пожалуйста, вопрос к вам. Медальное ожидание от сборной России. И чем вознаградим наших спортсменов в денежном эквиваленте? Я думаю, что все-таки Виталий Леонидович сначала должен сказать про деньги. Знаете, что любые события на территории России, спортивные, конечно же, это действительно и наследие, это и открытие нашей страны, это популяризация Казани в данном случае. Потому что вы действительно сказали о том, что более старых стран мира только будут транслировать церемонию открытия, соревнования, совокупная аудитория до 4 миллиардов. И, конечно, можно инвестировать огромные деньги, а можно просто проводить такие соревнования, и мир будет узнавать. Сейчас это все начнет наполняться, уже приедут спортсмены, сейчас уже около полутора тысячи здесь. Все пишут, все выходят в город, потом соревнования, болельщики. И такое будет уже огромное, и в том числе интернет пространство. И все узнают о городе, и я уверен, что это принесет огромный экономический, социальный эффект. Что касается наших, как вы говорите, планов, ну, здесь, я могу так сказать, конечно, перед командой стоит серьезная задача побороться за призовое место. Будет крайне сложно это сделать, потому что вы знаете, что здесь 75 комплектов наград будет разыгрываться, здесь 6 видов спорта. Значит, естественно, в каких-то видах мы сегодня, как синхронное плавание, мы лидеры. В каких-то видах нам придется очень жестко конкурировать, в том же плавание, которое, в общем, наибольшее количество медалей будет разыгрывать. Вот, надеемся на нашу команду, прыгунов в воду, есть и лидеры, и молодые спортсмены. Так что, в целом, конечно, задача стоит достойно выступить, побороться за призовые места и, конечно, порадовать болельщиков. И я хочу просто, пользуясь случаем, сказать, что около 6 спортсменов в сборной команде представителей Татарстана. Вот здесь будет представлен перерывный новый вид программы, такой микс-дуэт в синхронном плавании. И вот там девочка из Татарстана, а мальчик из Петербурга. Поэтому я думаю, что результат у них должен быть хороший. Поэтому пожелаем нашим атлетам успехов. Мы с командой встретились накануне, они все полны решимости, они переживают, что в своей стране, перед своими помощниками. Так что команда молодая, амбициозная. Просто хочется им пожелать успехов. Ну, я могу добавить, что для нас это как бы... Мы по водным видам спорта не имели такой возможности. Но вот универсиада, она, во-первых, опыт дала. У нас прекрасные высшивучебные заведения, где мы можем уже обучать наших спортсменов. Ну, и дворец водный вид спорта, другие наши водные объекты, они дали толщок. И сегодня наши татарстанские спортсмены являются членами сборной Российской Федерации. Для нас это большая честь. Но как сложится, спорт есть спорт, поэтому загадывать нельзя. Мы будем молиться, просить там, я не знаю, еще какие-то действия. Но в целом для нас очень важно создать вот этот фон хороший, позитивный. Ведь если посмотреть в Казани, гости приезжают, мы ее там немножко чистим, дороги там, набережные. Вот я вместе с Витальем Юрьевич вчера проехали, посмотрели те основные объекты, где будут спортивные системы. На самом деле очень позитивно, мы спрашивали, как отзывы очень хорошие. Я надеюсь, что нам же не только спорт, нам надо, чтобы еще такой дух, спортивный дух объединить всех наших жителей Казани, сделать такой. Это будет праздник, вот эти спортивные мероприятия, культурные мероприятия. Это должно быть незабываемым для всех нас. И мы очень рады, что такое право мы получили. Я думаю, что отлично проведем чемпионат мира по виду спорта. На очереди у нас чемпионат мира по футболу. Какие соревнования, как вы считаете, Казань в состоянии провести в дальнейшем такого же высокого уровня? Ну вот мы с Рустамом Нагалевичем не скрою, что вчера мы обсуждали эту тему, что опыт мощнейший сейчас накоплен. У организаторов здесь материальная база очень хорошая. И естественно, конечно, вся инфраструктура готова. Нам же нужно думать о серьезных других событиях, соревнованиях. Ну, как минимум, у нас в следующем году будет перенство мира по легкой атлетике среди молодежи. Потом 17-й год Кубок Конфедерации. И 18-й год чемпионат мира по футболу. Завтра будет заседание оргкомитета чемпионата мира. Мы будем докладывать готовность его. И будет завтра утвержден календарь, расписание матчей. Я не хочу его анонсировать. Надеюсь, что Татарстан получит достойный календарь. И мы будем на него очень сильно рассчитывать на проведение не только групповых турниров, но и несколько уже за рамки групповых турниров матчей. Поэтому, конечно, нам хотелось бы, чтобы это все было использовано. Но вот сейчас вот эти главные проекты, которые есть еще в массе предложений у международных федераций. Вы знаете, Татарстан сегодня действительно такая, уже становится мировой столицей спорта. И многие соревнования, в общем-то, с удовольствием предложения поступают проводить здесь крупные проекты. Поэтому, думаю, что без загрузки Татарстан не останется. Да и у вас календарь и так он большой. Совсем недавно здесь у вас прошел Кубок мира по регби. Семь среди девочек. И, знаете, это всегда приятно. Все всегда на высоком уровне. И Руслан Альбинский отметил, я вам могу сказать, что можно все говорить. Мы сейчас выступали вместе на Конгрессе. Ведь смысл проведения крупных событий для России, она несколько целей, которые ставит перед нами и президент страны, и правительство. Это ведь не только открытие нашей страны, это показать новую, открытую Россию. Это сегодня и определенное наследие, которое мы оставляем. Вот Руслан Альбинский сейчас сказал, мы вчера заехали в Олимпийскую деревню, да, но она же живет, работает. И не надо никаких капитальных вложений. Просто некую работу провели, привели в порядок. И 80% спортсменов с удовольствием живут в этой Олимпийской деревне. Прекрасная организация, логистика, питание. Поэтому, конечно, это то, что остается наследие. Каждый объект универсиады очень разумно, спокойно получил свое предназначение. Что-то пошло в учебные заведения. На базе части объекта мы создали, перевели из сегодняшней набережной Челнов. Создана мощнейшая Павловская академия, современное образовательное учреждение. И, конечно, это такая задача наследия, она очень важна. Ну и третье, это, конечно, это, конечно, некий ориентир, некая пропаганда ценности здорового образа жизни, вовлеченности молодежи в спорт. Потому что, когда все видят такого уровня атлетов, всегда хочется, в общем-то, заниматься спортом. И почему я не могу так? Вот это все двигает того, что у нас приток после Олимпийских игр в спорт, в спортивные секции. Мы даже не успеваем несколько так отреагировать, создать условия. Но для нас это очень важно. И мы будем эту работу, конечно, продолжать. И вот такие цели перед крупными спортивными событиями ставить. Используются объекты Чемпионата мира по водным видам спорта. И есть ли программа наследия по аналогии с универсиадой? Ну, я должен сказать, что ни один новый объект мы не построили. Есть только временные сооружения, которые необходимы были в рамках проведения Чемпионата мира. Мы их тоже постараемся использовать разумно, полезно. Но то, что инфраструктура есть, вы знаете, что они все работают и для детских спортивных школ, и для городских посетителей. Вся эта работа организована. Чемпионат мира, он придаст нам толщок. Во-первых, у нас будет прекрасная возможность увидеть ведущих спортсменов мира. Здесь, в принципе, весь спортивный цвет мира будет. Это, на самом деле, даст серьезный толщок для нашей молодежи вообще. Пропаганда. У нас столько воды, мы должны, конечно, использовать наши возможности. Но и тот опыт, который мы будем получать в рамках наших контактов, у нас огромное количество друзей. Если у нас только ФИСУ было, сейчас у нас ПИНА, а дальше ФИФА и все остальное. То есть в спортивном мире мы уже не самые последние ребята, нас уже узнают. Спасибо. Вечерний казак, пожалуйста. Что ждать зрителям завтра? Ну, я уверен, что эта церемония всем понравится, потому что очень много музыки, очень интересно. Есть элементы, которые показывают, какие виды спорта. И самое главное, все действующие лица – это представители нашей республики. То есть для нас очень приятно, что мы можем вот такой спектакль представить всему миру. Спасибо. Еще таблички. Что нужно вот в оставшиеся дни сделать, чтобы все-таки народ узнал о том, что водные виды спорта – это прекрасные виды спорта. И сама церемония открытия, которая будет показывана специально для зрителей, это вообще нечто фантастическое. Вы знаете, опыт универсиады показал, что наши жители, наша столица, она очень спортивная. И все были поражены, насколько активно на всех спортивных мероприятиях присутствовал зритель. У меня нет никакого сомнения, что вот чемпионат мира по плаванию, а плавание – очень красивый вид спорта и очень динамичный. И та статистика, которую дают наши специалисты, показывает, что востребованность будет большая. Как вы, наверное, слышали, так как у нас церемония открытия будет в Татнефе-арене, значит, там мы не можем много людей пригласить. Поэтому мы договорились, что… Вот этот спектакль открытия, он будет продолжаться в течение нескольких дней и будет еще специально для той категории детей, которая как бы не могла бы туда попасть. Поэтому я уверен, что все, что мы подготовили, и та информационная работа, которая идет, она позволит нам сделать, чтобы не только соревнования, но и зрителей было много, и все было интересно. У меня ожидание, как и у всех миллионов поклонников, это большой спортивный праздник, это фестиваль спорта, красивейший вид спорта. Мы увидим здесь шесть видов спорта одновременно. И, естественно, конечно, и ожидание, хорошее выступление нашей команды. Мы абсолютно убеждены, что здорово выступит наше синхронное плавание. Мы готовим, и сюрпризы у нас будет, дуэт нам было сложно, но и тренерский штаб, и все сделали для того, чтобы сегодня мы выступили в этом виде программы. У нас будет дуэт, мальчик и девочка выступать. Вы видите замечательную их программу. Они постарались, они очень много тренировались. У нас неплохая команда в прыжках в воду. Мы, конечно, рассчитываем. У нас олимпийские чемпионы Кузнецов, Захаров. У нас молодые девочки и ребята есть. Ребята очень серьезно готовились, старались. Здесь конкуренция будет жесткая с китайскими спортсменами. Мы, конечно, рассчитываем сегодня на наших водное поло, особенно на девочек. Ребята сейчас практически новая команда. Они и последние игры очень здорово выглядят. Но девочки у нас все-таки более мастеровитые. Они у нас и выиграли игры, и одни, и сейчас универсиаду. Мы, конечно, на них очень серьезно рассчитываем. Конечно, команда по плаванию. Я сказал, есть лидеры, есть серьезные лидеры. Есть Ефимов, есть Морозов, есть ребята из Тафета неплохо. Есть молодые спортсмены, которые ворвались. Так что, в целом, мы в предвкушении хорошей конкурентной среды и хороших результатов от наших спортсменов. Ну и, конечно, будем поздравлять и тех выдающихся спортсменов, которые побеждают. Потому что, ну, все-таки это спорт, и надо радоваться достижениям тех спортсменов, которые сюда приедут. Потому что мы все в предвкушении большого спортивного праздника. И хочется еще раз пожелать нам успехов и, конечно же, пожелать, так сказать, хорошего настроения нашим болельщикам, миллионов телезрителей, которые будут наблюдать за этим замечательным праздником спорта. Ну и, конечно, пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить и Рустаму Галевича, республику, людей, которые сделали. Город преобразился в очередной раз, и это все отмечают. Знаете, вот я вчера был, где хайдайвинг будет, это новый вид программы. Новая, по сути дела, набережная, красивая. То есть город разворачивается к людям. Это очень здорово. То есть город начинает создавать среду, качественную среду для того, чтобы людям было жить здесь комфортно. И это то, что сегодня каждый такой проект делает. И я очень рад, что спорт помогает в данном случае, скажем, менять облик города, создавать и повышать качество жизни. Так что всех нас с большим спортивным событием поздравляю и желаю нам успехов. Ни в коей мере мы независимо от каких-то там, люблю или не люблю, нет. Вот для нас все страны, кто приехал, независимо от событий, они наши гости, мы их очень любим, мы их уважаем. И мы должны создать все условия, чтобы никаких там убеждений или отношений не было. Все должно быть в том духе, в нашем российском духе, и мы постараемся это сделать. Спасибо большое. Коллеги, на этом пресс-конференция завершена, к сожалению, время вышло. Спасибо, Руслан Главович. Спасибо. Спасибо.